На стаме лежит не столк с договором о рабстве на компанию Бурбона. Ебой! Давайте сначала посмотрим. Купил его только вчера. Я не жалею, что потратил эти домашние в гостливате, то есть я уже купил её. Этот звук такой щас пошёл. Это просто, это некомфортно. Я готов. Охренеть, сколько всего информации. Всем привет, друзья, с вами Бурбон. И посмотрите на это. 9 миллионов баксов, которые сегодня идут одному человеку. И это будет не Бурбон. Я собираюсь купить себе СТО. И да, вы уже можете писать в комментариях. Фу, тебя обманули, ты лоханулся, ты дурак. Она столько не стоит, она стоит дешевле. И комментарии в прочем ключе. Я знаю, что финка будет меньше, чем эта цена. И сейчас, парни, по-моему, я установил какую-то говёную гташку. Вы видите, вот эти вот какие-то параши. То есть как, это знаете, в одиночной игре такое было. А это почему в САМПе такое? В САМПе-то не должно быть такого. И после я разобрался, что же это такое. Оказывается, что просто настройки гташки сбились. И я играл не на 32-битной версии, а на 16-битной. И из-за этого была такая ерунда. Поэтому, парни, к сожалению, роник будет на 16-битах. Но уже в следующих видео всё будет хорошо. Поэтому, если вам понравится, то поставьте обязательно лайк. И, возможно, голос немножко вам покажется заспанным в ронике. Потому что я практически только проснулся и начал записывать данное видео. Потому что мы договорились на такое время с тем парнем. Так вот, парни, СТО я хочу купить по двум причинам. Первая причина в том, что я хочу просто поуправлять этой СТОшкой. То есть быть владельцем, принимать людей. То есть устраивать различные собеседования. Нанимать управляющих. Уволнять людей, которые не работают. И то есть следить за СТОшкой. Также, скорее всего, будут замы. Об этом, обо всём, мы и после поговорим. То есть, как попасть на замку и прочее такое. То есть, я расскажу в одном из следующих роников. Пока что, парни, что касается самого бизнеса. То есть, мне сейчас владелец ВКонтакте написал, чтобы я ехал к банку ЛС. Окей, давайте сейчас доедем. Я не знаю, правда, зачем конкретно. Ну, спросим у него. Окей, тут парень пишет такой. Эрнеста, бинго, тебе привет. Это кто-то и знакомый, никнейм подписчика. Ну, окей. Я просто им сам спешу, потому что сейчас нужно успеть доехать до банка. И вот знаете, что я не люблю больше всего? Вот этот парень сейчас просто едет за мной? Да, вот это я не люблю больше всего. Когда я куда-то еду, и кто-то гоняет за мной. Вот это просто некомфортно. То есть, ты едешь по своим делам. И видишь, что с тобой кто-то едет. Это максимально неудобно. Поэтому, пожалуйста, не делайте так. Не нужно ехать за мной. Вот зачем он едет за мной? То есть, серьёзно, это даже не противно. Это просто неприятно. Когда ты гоняешь, то есть, неудобно, когда за тем, что я делаю, то есть, не наблюдают. Хотя бы смотреть за тем, как я сейчас играю. Но всё же, то есть, это потом. А это в реальном времени. То есть, это максимально мне некомфортно. То есть, даже когда я играю, то есть, со стороны кто-то в реальной жизни стоит и рядом смотрит, как я это делаю. Мне просто становится как-то некомфортно. Я приехал к банку ЛС. А где этот парень? Я не вижу его. А, я только что увидел от него сообщение «Едь к безуму». Правда, я его слишком поздно уже увидел, но всё же. Так вот, владелец сказал, что он купил его только вчера. За 10кк его сейчас продают за 9, потому что ввели обновление. То есть, он сказал, что ему деньги нужны. Ну, ладно, то есть, не знаю, ну, блин, вообще некомфортно играть с этим размытием. Как его убрать? Возможно, в настройках как-нибудь. Ну, ладно, это потом. Потому что сейчас нужно успеть доехать. И то есть, ох, приобрести СТОшку. Но есть ещё одна причина, по которой я купил данное предприятие. Кто следит за каналом с начала лета или же раньше, то знает, что было такое видео, где я говорил, что на протяжении всего лета я хочу начать копить на СТО и к концу лета его приобрести. Ироник тут вышел в первых числах июня. В общем, у меня загорелось желание. И, скорее всего, я это желание, ну, не выполню, может быть, но постараюсь выполнить. Но в казино? Уже всё, в казино я больше, наверное, ходить не буду. Уже всё, в казино я больше, наверное, ходить не буду. До конца лета, то есть в конце лета, в конце августа, начале сентября, я бы действительно хотел накопить и приобрести себе бизнес СТО. И казалось бы, пацан сказал, пацан сделал. То есть, да, всё лето копил и приобрёл. Но на деле немножко не так. Где-то через две недели я пошёл на стриме в казино, где успешно проиграл все свои деньги. Полчаса назад прошёл стрим, где я проиграл, как вы поняли из названия, 7 миллионов долларов. Чё там было написано? В два мы играем! Мы играем! Ой, 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 ой. Слушай. Я проиграл. И вот, казалось бы, уже никаких шансов у меня нету приобрести данный бизнес, потому что ни денег, ни возможностей, ни людей, которые захотят него продать, у меня не было. И вот это произошло совершенно случайно. То есть, я действительно сначала лета хотел приобрести себе СТО, и получилось так, что я его приобрёл. Но вы скажете, ну, как бы, немножко неправ ты, потому что ролик-то мы смотрим 2 сентября. Да, но само видео и сама покупка была 27-го числа. То есть, 27-го августа, что, в принципе, в ролике вы увидите. Кому интересно, откуда у меня эти 9 КК, посмотрите прошлый ролик, там я, в принципе, всё рассказал. По Даймонду. Теперь, парни, 9 миллионов. Хотя в прошлый раз я не помню, то ли за 6 КК мне предлагали покупать СТО, то ли за 7, уж точно не помню. Но, да, я за неё переплачиваю. Но я переплачиваю за неё 5 КК, и то есть, 4 КК в ГОСе стоит. То есть, окупаю я 5 КК, и то есть, потом просто можно в ГОС сливать, и то есть, я уже купил её. Так вот, по идее, сейчас я уже приеду, и там должен Фуда ещё стоять. Короче, потому что Фуда сказал, что он будет там. Великолепно. Такс, подъезжаем сюда, и, как я понимаю, вот Леонардо. Получается, Леонардо это и есть тот самый владелец. Приветствую. Он предлагает пожать руку. Я готов. Давайте, парни, пишем, я готов, и без лишних слов сейчас приобретём его. То есть, ГОС цена 4 миллиона. То есть, он сказал, что с машинами хочет продать. Мне, надеюсь, что сейчас он не обманет, поэтому внимательно сейчас прочтём. Это, знаете, доверяй, но проверяй. Да, парни, 9 миллионов, и давайте Y. Всё, парни. Этот звук такой сейчас пошёл, который вы не слышите. Поздравляем, вы купили бизнес из ТО. Отлично, пишем этому парню. Давайте жмём ещё раз руку, парни. И, понимаете, 40 тысяч осталось на руках. Все деньги, которые у меня были, я валил в этот бизнес. А, делай наборы. Хорошо. Удачи там, пишем ему и прочее. Так вот, ММВИД, да, окей, это я знаю. Я уже был самым. Так вот, парни, давайте сначала посмотрим. То есть, ё-моё, давайте самым первым делом это инвайт нимфуда. А, он уже работает на другой работе? Ладно. А может, он тут работает? Давайте сейчас посмотрим. Короче, идём сейчас сюда. Это я, Андрей, из друга. Да я уже понял, что это Андрей. То есть, типа, с самого начала когда-то ещё говорил. Так вот, информацию мы можем посмотреть. Первый раз, то есть, окей. Название. Сноу. Мы переименуем. Блин, можно ведь назвать Бурбон. Это как реклама, ка боже. Как это сейчас будет круто, чуваки. Я не жалею. Даже если этот бизнес будет приносить мне очень мало денег. Я не жалею, что потратил эти 9 миллионов процентов. Замоем из механиков. 50. Это мы тоже разберёмся. Ремонт. 700 и заправки 17. Сотрудников 2. Это, по сути, все уволены. Вообще, ё-моё. Охрененно. Номер телефона 1234. И, парни, денег у меня сейчас вообще ни на что нету. То есть, там, менять телефон или ещё что-то. То есть, тарифы на ремонт уволятся из СТО. Ё-моё. Не буду проверять. Можно мне и уволиться из СТО? А то, знаете, в ГОС просто слетать. Такой, да, ура. Ладно, тарифы на ремонт. Ё-моё. Вот это, конечно, прикольно открывается. Но, типа, я пока что с этим я ещё разберусь, посмотрю. Давайте посмотрим, что имеется тут. Так, идём всё. Ёлоп. Охренеть. Сколько всего информации. Парни, как это круто. Количество дней 18. Оплата 10 тысяч, да? Охрененно. Хотя бы налогообложение 2% всего лишь. Так вот, давайте сейчас ещё раз. Да, принимаю его. Истыка уволили. Е. Так, и нужно сделать его управляющим. Не знаю как. Сделаем фудоуправляющим. Ему я доверяю. Ну, прям вообще, вообще, вообще на 100%. Так вот, давайте сначала разберёмся, как это сделать. Управление кассой. Состояние счёта 0. Ладно. Положить деньги. Давайте положим сюда 1 бакс. Типа, е-бой, мы смогли это сделать. Отлично. Изменение тарифов. Управление цветом. Так, давайте цвет. Я цвет думаю сделать какой-нибудь жёлтый можно. То есть жёлтый. Мне кажется, что да. Отлично, парни. Это реально очень круто. Управление названием СТО. А интересно, есть какую-нибудь матерную сделать, не забанят? Ладно, шучу. Блин, какое бы сделать? Давайте посмотрим, какие названия у других, а после, в принципе, сделаем. Финка есть. Я ещё не смотрел фильм, поэтому ещё посмотрим. Так вот, СТОшки. СТОшки. Сноу, чёрная жемчужина, Лонгфорд. Офигенное название. То есть просто многие ставят название, как свою фамилию. То есть, окей. Давайте тогда назовём хотя бы, хоть как-то немножко, знаете, тривиально, наверное. Но всё же, таким вот названием Бурбон Компани. Автомастерская Бурбона, ну, такое. То есть, Бурбон Компани звучит как-то солиднее, да? То есть, вот так вот. Я надеюсь, что правильно написал я это всё. Далее. Окей, отлично. Новое название ваше СТО. То есть, смотрим. GPS, СТО. Ой, транспортная компания. Вот, да. Бурбон Компани. Великолепно. Теперь, парни, давайте посмотрим, что мы ещё можем изменить. И тут дальше самые интересные. Сотрудники, статистика и продать СТО. Сотрудники. Мы видим, что Оливер механик, но, в принципе, доход за сутки 2 тысячи. То есть, пока что не буду его увольнять. То есть, он вроде нормальный. И также Тафуда, Алекс и я, Джон, руководитель. Великолепно. Также идём дальше. Это статистика. И мы видим, сколько заработок в этой организации. И финки практически нету. То есть, 162 тысячи. Чтобы вы понимали. Бизнес, который я купил за миллион триста пятьдесят. За 10 дней приносил мне финку около 500 тысяч. Этот бизнес за 10 дней приносит 162. Окей, да? Разобрались с этим. Но, парни, я финку буду поднимать. Так вот, не гони... Ой, тут же не нужно прописывать бусинос. Тут же вообще, по-моему, нет бусинос, да? А может, и есть, кстати, бусинос. То есть, вот так вот. В вашем бизнесе недоступна данная команда. Да. Всё управляется через это. И продать СТО тоже мы не будем. Так вот, парни, в принципе, всё имеется. Теперь нужно разобраться список команд. Как выбрать ему, наверное, работы. Рация, текс, рация, отключить рацию. Так, принять игрока. Начать буксировку, закончить. Так, включить автомобиль. Список вызывающих эвакуатор. А, я, короче, наверное, понял, как нужно изменить, если я не ошибаюсь. Это сотрудники. И вот здесь выбираем механика. Да-да-да, вот. Ё-моё, изменить доступ механик, управляющий, уволить сотрудника. Офигенно, кстати. Давайте управляющий. То есть, всё, вот так вот. Спасибо, мой господин. С этого момента вы становитесь моим замом. Так вот, давайте пожмём ему руку. На столе лежит не столк с договором о рабстве на компанию Бурбона. Подписал контракт. Е-бой. Всё, отлично, парни. Парни, как я рад. Вы не представляете, понимаете? В начале лета я только мечтал об этом. И, понимаете, прошло три месяца, и вот она мечта. Это всё моё, понимаете? Моё. Я могу просто взять, закрыть этот бизнес, и всё. Никто тут больше не будет работать, к чёрту. Ох, охренеть. Я очень рад. Я действительно очень рад. Вот, прям вот серьёзно. Возможно, вы скажете, что ты дурак, ты просрал кучу денег. Ну, и всё равно, можете это писать. То есть, я не обижусь. Потому что, ну, мне хотелось купить этот бизнес. Потому что, блин, как-то круто выглядит. Даже если денег не будет проносить. Просто, понимаете, вот это своя автомастерская. Кстати, я немножко ошибся. Получается, мне казалось, что бизнес я купил 27-го. Но вот, когда я всё это посмотрел, оказывается, я приобрёл его 28-го. Поэтому за это извиняйте. Но один день, я не думаю, что он сыграет какой-то ключевой роли. Так вот, парни, на этом всё. Большое спасибо за просмотр. Если вам роник понравился, я очень рад. И вы можете отблагодарить автора данного видео, поставив ему лайк. На этом всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok